всем привет друзья подписчики просто зрителям в этом видео хотел бы показать еще один тв-бокс который вы уже давно знаете это один из самых самых популярных тв-боксов который продавался уже в течение целого года он до сих пор не перестает быть популярным потому что из бюджетных моделей это один из лучших тв-боксов но в этом в этом видео хотел бы показать обновленную версию этого тв-бокса то есть компания выпустила новую версию этой модели мы сейчас посмотрим распакуем что это за модель там приступим к распаковке так вот так выглядит от тв-бокс упаковка вам известная популярная то есть от популярного тв-бокса x96 только она слегка отличается там была такая матовая поверхность и коробки здесь у нас типа глянцевая но такая скользкая но это мелочи по сравнению с тем что сейчас будем дальше смотреть этот тв-бокс x96 обычная версия x96 только процессор у него уже стоит не с 905 x x905 w w видите разница не только в этом процессоре сейчас мы посмотрим распакуем что он себя представляет на первый взгляд ничем не отличается комплектация у нас блок питания на 2 ампера 5 вольт стандартно уже привычно пульт дистанционного управления с программируемые кнопками здесь колонка программируемых кнопок она здесь выделена белым таким вот какие кнопки можно запрограммировать опять же хорошо hdmi кабель типа а с обеих сторон обычный hdmi кабель для привлечения к телевизору выносной и к порт то есть можно например приставку приклеить или там повесить за телевизор и вывести и к порт на переднюю панель там где-то под под телевизору например будете себе плацать пультом как на телевизор и будет переключаться спокойно это довольно удобно жаль что только я в этих моделях такие видел хотя не только в этих есть еще пару моделей которых есть этот выносной к порт но в основном большинство почти все подавляющее большинство производители делают обычно без этого и крепление само то есть это двухсторонний скотч который можно снять бумажку например приклеить там к стене или сзади на телевизоре и вот эти вот разъемы приставкой вот приставкой просто на телевизор то есть на это на это крепление засунули и защелкнули все она будет держаться нормально там за телевизором или на стене к примеру и так вот как выглядит этот tv-бокс ничем не отличается от старой модели давно известной от популярной только здесь уже подписано что эта модель с процессором с 905w передняя панель такая же просто индикатор питания и здесь и к порт имеется правой стороны ничего нет на задней стороне у нас питание на 5 вольт от блока питания который я в комплекте оптический выход для подключения к примеру модной акустики разные коммуникации кабелей hdmi кабель для подключения к телевизору ethernet выход для подключения интернета напрямую интернет провайдером как от кабеля ави выход для подключения примеру наушников колонок 2 и 0 там можно подключить к старым телевизором через переходник такой на 3 тюльпана в общем эта функция очень хорошо что есть а и r выход который в большинство приставок такого выхода нету потому что этот как раз выход отвечает за этот выносной и к порт для выносного и к порта дальше у нас 2 usb разъема 2 избе разъема один из них по т.г. один обычный и и т.ф. слот то есть для по китайски т.ф. для нас микро sd на карточке и памяти расширять до по моему 64 гигабайта но это так у продавца написано на самом деле не знаю может даже больше вот задняя панель у нас ничего нет просто написано информация что это x96w оперативной памяти 2 гигабайта и стройный 16 гигабайт как вы поняли что-то 2 гигабайта и 16 гигабайт стройной версия есть также такая модель на 1 гигабайт оперативы и 8 но я бы не рекомендовал бы покупать вообще тиви бокса с одним гигабайтом потому что в современные тиви боксы уже этого не хватает а да забыл еще про инструкцию инструкция кстати тоже обновленная раньше были просто бумажечка какая-то тонкая тонко как промокашка здесь у нас уже глянцевая такая нормальная бумага правда с трех страничек точнее с трех листочков но так уже большинство тебе боксов делает не знаю почему они уже так экономят на инструкции так перейдем к этому отдельно и так коробка насчет упаковки скажу сразу она чуть потверже то есть лучше сохраняет аппарат при транспортировке до видно что чуть-чуть уже коснулась коробка но тем не менее прошлая коробка в прошлой версии старой она была намного мягче ну может не намного но в раза в два наверное мягче чуть ли не обычной бумаги и сильно мялась легко в этой версии уже это чуть-чуть улучшили это уже плюс дальше итак перейдем к этому тебе боксу что у нас здесь изменено по сравнению старым тебе боксом их 96 разница в чем практически ничем не отличается на первый взгляд внешне только вот эта полосочка может обозначать что эта версия новая то есть из из с 905W процессором если бы этой полоски не было можно подумать что это абсолютно старая модель а другие отличия их на самом деле еще достаточно много по сравнению с старым это то что уже есть в этой версии bluetooth в раньше версии не было bluetooth а это был минус для него также из изменений здесь стоит android 7 1 в прошлой версии было 60 то есть здесь последняя версия android а стоит и это наверно радует потому что 7 android уже довольно привыкший и популярную привыкший и удобный по сравнению с прошлой если конкретно сказать характеристики про него можете зайти на ссылку я выставлю под видео где его покупал там будет расписано про его характеристики что он себя представляет но если кратко сказать что 18 гигабайт оперативы бывает и 2 и 16 гигабайт оперативы и встроенной памяти также процессор у него в этой версии с 905w android 7 1 графическое ядро стоит мали 450 поддерживает большинство форматов видео здесь стоит bluetooth 4.0 по сравнению с прошлым система у сети четырех битая юсби у нас версии 2 и 0 оба просто один оттога белый который читает практически любой формат воспроизводит практически все без проблем 4к 4к тоже многоязычность около 70 языков то есть должно быть на любой страны например для россии украины казахстана белоруссии польши там и тому подобное вообще много разных языков но отдельно сделаю видео по нему видео обзора это всего лишь видео распаковка так что не нужно писать в комментариях что-то хреновый обзор и тому подобное потому что это просто распаковка я просто хотел его показать как он выглядит как приходит от продавца в какой упаковке и тому подобное как видите комплектация здесь полная то есть не то что там без и как у и к кабеля и там крепление например хотя есть выбор у продавцов можно покупать отдельно без и к выхода и крепления и стоит чуть чуть дешевле это кому например они не нужны совсем можно выбрать без него будет дешевле точно такая же модель так что для это это я считаю большим плюсом потому что не для всех это бывает нужно и вообще это хорошо но отдельно сделаем видео по обзорам потом покажу что он себя представляет приключенном виде на телевизоре так что всем пока что пока до скорых встреч